ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ничем он меня там не удивил, и, алхамдуллах, вся вот эта работа, всю свою тяжелую работу, которую я проделал, я показал в ринге. Сегодняшняя наша встреча, она такая скромная для такой большой победы. Почему? Это приберегли всех, ну, такую встречу приберегли для более высоких поясов, почему так? Нет, ну, этот пояс тоже очень такой значимый для нашей команды, и просто позднее время, три часа ночи уже люди спят, и мы тоже не хотели такой шум, гам поднимать, близкие люди собрались, там отец, дядя, друзья, братья, и так, в тихой такой обстановке прилетели. Наверное, последний вопрос, твой дядя, Абдулманат Мармагомедов, устава твоего помилы, расскажи о его вкладе в этот успех, вы выставляли посты, и тут уже в интервью высказывался о нем? Я думаю, ну, вот, все, все, что я делаю, все, вот, все мои победы, все, все это его большая заслуга, потому что это вот весь этот вклад, который приносит пользу, это вклад моего дяди, и я помню, когда мы прилетели, когда я приехал первый раз в Махачково, это было в 2015 году, Хабиб, они уже готовились в Америке, и дядя Манаб, он с нами оставался каждый день в Гаджимахачево, в зале, там, аж житие есть, мы там, когда прилетели, мы и братья все там оставались, первое время мы там жили, и он каждое утро 6 часов нас всех будил, забирал в зал, с 6 до 8 у нас бывали тренировки, потом учеба, обратно вечером тренировки, и вот каждый день он контролировал нас, вкладывал, воспитывал, и весь этот труд, все, что он вложил в нас, дает в свои плоды. Я думаю, он гордился бы, но больше, чем это, не знаю, я думаю, очень много этих ошибок тоже, на ошибки обязательно он указывал бы сразу, никогда передо мной меня не хвалил бы он, и это, вот, 100%, он никогда не хвалил меня так, наедине или там перед людьми, никогда меня не хвалил так, где я находился, а так он верил в меня, я это знаю, и я стараюсь не подводить его. Вот сейчас вот каким будет отдых уже именно дома? Не знаю, всего поеду, наверное, бабушку хочу увидеть, моя бабушка, она сама остинка, остинские пироги покушаю, она готовит очень вкусно, и, да, думаю, побуду с семьей. Пару недель, наверное, за семьей? Да, два-две недели хотя бы, надо чуть здоровья, привести себя в порядок, и все, и потом уже начну обратно тренироваться. Действительно, это очень знаковое событие, когда семьи Мурмагомедов получают второй пояс, это первый пояс Хабиба, самая лучшая организация мира, престижная, второй Мурмагомедов получает, и потом опять передают, Ахабиб передают, это Исламу Махачеву, школу Мурмагомедов, это просто очень приятно, это очень приятное событие, вам спасибо, что приехали встретить его. Вы скромно встретили его, это чтобы его так, он потому что молодой такой, да, вот, чтобы его не баловать сильно, или почему? Нет, баловать его нельзя, он, баловать нельзя, баловать конечно же, но это скромно, всегда скромно, это хорошо. Все наши ребята, все наши дагестанцы, конечно, молодцы ребята, вот недавно, в случае чего, очередной раз Мурмагомедов, который с нами, Хаджи его, его брат, Мурмагомедов защищал очередной раз пояс, и тоже престижный пояс, даже можно сказать, второй, после UFC, парень молодец, очень рад за него тоже, что он завоевал. Ну, вы при каких обстоятельствах смотрели, как переживали вообще, вы были уверены в победе? Уверены, конечно, уверены не были мы, но я смотрел дома, в кругу семьи, с братьями, ну, переживали, конечно, очень, переживали, человек опытный, его соперник был очень опытный, потом все время ждал, держал правую руку, всегда на готове, чтобы одним ударом все решить, но Усман оказался более готовым, чем он. КОНЕЦ КОНЕЦ